Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Софья Даринская. Я врач-психиатр и руководитель Центра медицинского информирования. Сегодня я хочу с вами поговорить на такую тему, как нейролептики и дети. Все больше и больше я получаю сообщений, все больше и больше родителей обращается с вопросом, что делать. Ребенку назначили нейролептики, врачи рассказывают о том, что нейролептики будут лечить моего ребенка. Я посмотрел ваши видео, я сомневаюсь, я боюсь, чтобы не было хуже, потому что я не лечу своего ребенка и так далее. И сегодня я бы хотела абсолютно определенно высказаться на тему нейролептики и дети, потому что в данной теме нет сомнений, в данной теме нет полутонов, в данной теме нет неоднозначностей, в данной теме все четко, ясно и понятно. Что такое нейролептики? Нейролептики это вещества, которые были придуманы с целью погасить психоз, не вылечить, а с целью отравить человека до такого состояния, чтобы он не мог демонстрировать буйное помешательство. Это было сделано для того, чтобы сократить персонал в психиатрических заведениях и таким образом сэкономить на области психиатрии. Нейролептики, их второе название, химическая лоботомия или химическая смирительная рубашка. Почему химическая лоботомия? Потому что когда людям делали лоботомию, это разрезали им, там разные были методики, через глазную впадину вводили такое как бы шило для колки льда и взбивали им лобные доли, также разрывали связь между полушариями, там разные были приемы этой лоботомии. Но что происходило с людьми после этого, они становились тихими, вот как растения, у них пропадали все желания, и они не доставляли беспокойств персоналу. Так вот нейролептики это химический аналог этого действия, понимаете? Я вам расскажу несколько примеров. Девушка 17 лет, 8 лет она на нейролептиках, то есть ей начали давать с 9 лет. История такая, что с 2 лет мама начала видеть какие-то особенности ребенка, в 5 лет поставили ребенку диагноз гиперактивность и заговорили об аутизме. С 9 лет этой девочке начали давать нейролептики. С 13 лет у нее начались эпилептические приступы, а это прямое последствие работы нейролептиков, потому что смысл нейролептиков это разрушение нервной ткани, потому что никак по-другому вы не сможете успокоить буйство и физическую активность человека, кроме как разрушив его нервную ткань. Так вот нейролептики, они химическим способом разрушают нервную ткань человека, поэтому человек просто физически не может действовать. Итак, в 13 лет у этой девочки начались эпиприступы, и к 17 годам она умственно отсталая. Вот вопрос у меня к психиатрам, которые этой девочке назначали нейролептики. А с какой целью вы это делали? Вы какую проблему хотели решить назначением нейролептиков? Недавно мне написали, что врач объяснила, почему ребенку нужно давать нейролептики, а теперь внимание. Нейролептики обучают нейроны выделению нейромедиаторов. Товарищи, вот если вы когда-нибудь от врача слышали такое высказывание, это вообще не врач ни в каком месте. Потому что это речевка камивоежора. Тоже мне Академия нейролептиков. Тоже мне биологический процесс, когда мы человеку даем токсин, тяжелейший нейротропный яд, и объяснение, почему он работает, он обучает нейроны выделять в медиаторы. А без этого нейроны в медиаторе не умеют выделять. И вот мы ему дали галоперидол, и вдруг у нас нейрон гениально сообразил, какой нейромедиатор ему надо выделить. Это же бред, это же чушь собачья. Это же расчет на дебила. Если вы слышите, что вам психиатр говорит такую чушь, берите в охапку ребенка, берите там свои вещи, и бегите как можно дальше от этого человека. Потому что перед вами речевка камивоежора. Это не речь образованного человека, врача, который хочет постичь суть проблемы, которые существуют с вашим ребенком. Еще один случай. Девочка 11 лет. К 11 годам она уже принимает циклодол, аминозин и галоперидол. Циклодол это галлюциноген, который дается человеку, к которому дают нейролептики, с тем, чтобы у него не было злокачественно-нейролептического синдрома. Значит, за 4 года до этого, то есть ребенку было 7 лет, девочка принимала огромные дозы. Она принимала 75 миллиграмм аминозина, галоперидола 8 капель, и циклодол у нее был. К 11 годам у нее ожирение и нурез, приступы эпилепсии, как побочный эффект нейролептиков, одышка тики, грызет губы до крови, перхоть очень сильная, моча неприятно пахнет, закрывает глаза на момент тревоги, страх определенных мест. Эти люди обратились к нам, была выдана рекомендация. По тесту были обнаружены крайние дефициты. Это была и Бериберия, и Пелагра, и Цинга. Там были предельные дефициты. Рекомендация была выдана. Мама пошла покупать витамины. И пока она покупала витамины, через, там, по-моему, 2 недели, эта девочка умерла. Мама написала мне, что все. Уважаемые родители, запомните навечно. Нейролептики убивают. Они убивают всех. Они убивают взрослых очень медленно. Они убивают детей очень быстро. И если вы видите перед собой врача, который вам рассказывает о том, что вот то, что необходимо вашему ребенку, это нейролептики, вы видите перед собой отравителя своего ребенка. Импульс природы. Вот природы, как с большой буквы, да? Природы. Импульс природы к жизни, к развитию, к достижению взрослого состояния для тела. Вот этот импульс невозможно ни с чем сравнить. Это самый сильный импульс, который существует на планете. И если вы наблюдаете тело, организм, который очевидно, что не может воплотить в полной мере этот импульс, природный импульс к развитию и выживанию, значит вы должны искать сдерживающий фактор. Прежде всего, это авитаминозы или голод. Дети веганов. Например, да, если у родителей это бредовая идея не кормить детей мясом. То есть мы ищем сдерживающий фактор. Либо это какие-то инфекции. А инфекции не могут быть вторичны к авитаминозам, потому что у организма нет сил с этим справляться. И что нужно искать, когда вы смотрите на организм, который не может воплотить в полной мере импульс к развитию, импульс к созданию тела таким, каким оно должно быть. Вы ищете сдерживающий фактор. Но если вы, наблюдая тело, которое и так страдает, и так что-то есть, какое-то явление, которое не дает развиваться, если вы этот организм еще и отравите нейролептиками, вы его убьете. Вы его убьете очень медленно. Вы пройдете через стадии разрушения тела этого ребенка. Вы получите умственно отсталого ребенка. Вы получите, и если в дальнейшем даже к подростковому возрасту у нас получится убрать это токсическое воздействие и дать ребенку нужное количество, телу нужное количество питательных веществ, вы потеряли детский возраст, когда ребенок должен развиваться. И вы получите человека, который всю свою жизнь провел в наркотическом, в токсическом подавлении. И думать о том, что в 15, в 16, в 17 лет, освободившись от этого страшного токсического влияния, мы получим вот мечту нашей жизни, это очень наивно. Но вы должны понимать, что вы своими ручками, поверив вот этим вот камевоежорским речевкам, вы своими ручками это сделали, не прочитав, что такое нейролептики, не изучив вопрос, не докопавшись до сути проблемы и не попробовав сами, прежде чем давать эту гадость своим детям. Я еще раз говорю, если вашему ребенку назначили нейролептики, прежде чем ему давать это в рот, положить это в рот себе и сходите один день на работу, два, и у вас сразу отпадут все вопросы на тему, чем таким вашего ребенка собираются кормить. Я еще раз повторю, нейролептики убивают, нейролептики убивают всех, нейролептики гарантированно убивают детей. Не давайте своим детям нейролептики. С вами была Софья Доринская. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok